Жили давно два брата. Жили они не бедно. Редители оставили им хорошее хозяйство. Старший брат не любил работать вместе с женой. Они любили вкусно поесть и красиво одеться. А младший брат был трудолюбив. Целыми днями он работал в поле, сеял, растил и собирал урожай. Старший брат с женой боялись, что младший захочет получить свою долю в наследстве. И решили они его выгнать из дома. Заплакал младший брат и пошел, куда глаза глядят. Далеко от дома он увидел большую поляну и решил засеять ее. Тогда он в лесу из дерева сделал кол. Целый день младший брат спахивал землю этим колом. Вдруг наткнулся на что-то твердое. Он нашел большую тыкву. Не бойся меня. Если ты в чем-то будешь нуждаться, то качни тыкву три раза. Расскажи, что тебе нужно, и я выполню твое желание. Только помни, того, в чем ты не очень нуждаешься, не проси. Что мне сейчас нужно больше всего? Мне очень нужно мотыгам. Мне очень нужен шалаш. Я очень хочу есть. И скоро у него появилось хозяйство и дом. А старший брат все продолжал бездельничать. И скоро у него закончилось все богатство. И знал он, что где-то в горах живет его младший брат. Вот он увидел маленький, но уютный домик. Почему ты так быстро вас забогател? И младший брат рассказал про волшебную тыкву. Дай мне тыкву на несколько дней. Хорошо, но помни, что просить нужно только то, в чем очень нуждаешься. Старший брат Джину решили сразу же попросить много серебра. Дай нам серебра, дай нам еще серебра, дай нам золото, дай нам больше золота. Как нам спрятать наше богатство? Где наше золото? Почему вокруг камня? Я же говорил про сито, в чем очень нуждаешься. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!